Следующий вопрос, и он на сегодня у нас последний, завершающий. Такое рассуждение человек описал. Семья, муж и жена становятся близкими людьми настолько близкими, что отдают свое сердце полностью любимой половинке. Такова наша натура человеческая. Создаем себе идола из мужа или жены. А потом что? Многие из нас переживали измену близкого человека, которому верили как себе. Чудовищная душевная боль, разрывающая сердце, мир рушится, и черная мгла заполняет душу. Очень поэтически даже. Идол убивает поклоняющегося ему. Если бы мы все любили Господа больше своих жен и мужей и сами старались жить по Евангелию, то никакие измены и предательства нас бы не калечили. Верить в человека нельзя, ибо всяк человек ложь. Он переменчив и всегда может предать. Ему можно доверять и надеяться на его честность и любовь. Но верить можно только Господу. Он единственный, кто будет любить нас всегда и никогда не предаст и не оставит. Это мое личное мнение. Что думаете об этом? В принципе, можно с Вами согласиться. Если в никаких тонкостях не ковыряться, то можно с Вами согласиться и сказать, что Вы очень разумно рассуждаете. Я с Вами согласен. Но если чуть-чуть поковыряться, то можно кое-чего наковырять. Например, муж и жена становятся близкими людьми, настолько близкими, что отдают свое сердце полностью любимой половинке. Это слово «половинка» мне не нравится. Это, конечно, красивая теория насчет половинок, что каждый из нас ищет свою половинку. Но что это означает? Это означает, что каждый из нас тоже всего лишь половинка. То есть, мы что, какие-то ущербные, что ли? А как быть с людьми, которые не нашли или не могут найти? Или они, может быть, по физическим своим каким-то недостаткам не могут этого сделать? Больные люди, с ограниченными возможностями люди. А монашествующие, они что, какие-то ущербные, что они только половинки, и они не ищут себе половинку? А сколько таких, которые нашли, потом расстались, еще раз нашли кого-то, еще раз расстались, еще раз нашли, еще раз нашли, еще раз? И что? Это что? Поиск половинок путем подбора, что ли? Вот эта теория красивая, но сама по себе, сам термин мне не нравится – половинка. То есть, мы, типа, тоже половинка. То есть, мы какие-то ущербные, мы не целостные личности. Что-то в нас не хватает, мы чего-то ищем, и тогда будет что-то целое. Вот это мне что-то не по душе. А Христос? Он как? Он тоже половинка? Чья-то? А чья? Знаете, в какие-то дебри можно зайти, прости Господи. Так что мне вот это слово не нравится. Каждый человек, я считаю, незаконченный продукт. То есть, Господь только начал творить человека, и человек рождается в этот мир, он еще не завершенный человек. Он сам себя завершает в процессе жизни, приобретая те или иные качества, свойства, и проживая свою жизнь, и как-то формируясь духовно. Вот мы, пока здесь живем, завершаем процесс своего творения. Но каждый из нас все-таки – это целостная личность полностью, никакая не половинка. Причем не важно, мужчина ты или женщина, не важно. Главное у нас, и у тех, и у других, человеческая наша природа, и мы целостны в себе. Только организована эта природа, у мужчин так, у женщин так по-разному. Но это все та же природа. Христос воспринял человеческую природу, исцелил человеческую природу. Это глубже, чем половое различие. Поэтому эта теория половинок не очень сочетается с христианскими богословиями. Дальше вот такова наша натура человеческая – создаем себе идола из мужа или жены. А потом, что многие из нас переживали измену близкого человека, которым верили как себе. Чудовищная душевная боль, разрывающая сердце, мир рушится, черным глаз заполняет душу. Идол убивает поклоняющегося ему. Если мы создаем себе идола из мужа или жены, то да. Если бы мы все любили Господа больше своих жен и мужей и сами старались жить по Евангелию, то никакие измены предательств нас бы не калечили. Но, наверное, все равно ранили бы. Может быть, не калечили бы, но это все равно бы. Это все равно потрясение, это все равно глубокая психологическая травма в любом случае. Нельзя сказать, что если мы любим Господа больше, чем, например, свою жену, и стараешься жить по Евангелию, то, значит, если жена тебе изменит, то ты застрахован от того, что тебе ничего подобного. Если ты к ней совершенно равнодушен и вообще тебе наплевать, ну, может быть, тогда, конечно, тебя не покалечит ее измену, потому что, собственно, тебе все равно было изначально. А так-то, ну да, мы любим Господа больше, чем, например, жену, но мы ее-то тоже любим. Поэтому все равно удар будет, но он будет не столь катастрофичен, наверное, как в случае, когда ты вообще из жены сделал для себя идола, кумира и вообще поставил ее выше Бога. Верить в человека нельзя, ибо всяк человек – ложь. Ну да, верить в человека нельзя. Он переменчив и всегда может предать, ему можно доверять и надеяться на его честность и любовь. Да, но тут, Вы знаете, требуется, мне кажется, некое пояснение, потому что можно тогда подумать, что всяк человек – ложь, что вообще все сволочи, все мы вообще, и я в том числе, да, все мы сволочи, гады, и вообще нам верить никому нельзя и, так сказать, ко всем относиться отрицательно. Нет, 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 можно и верить, и доверять, и надеяться, и на честность, и на любовь, но при этом знать, что человек слаб. И бывают и недостатки, и немощи, и грехи, и все это бывает сегодня у него, завтра, может быть, у меня, поэтому, ну да, вот он, может быть, предал и как-то там оказался ненадежным, но, ну что ж, ну немощь человеческая, да, вообще-то он хороший человек, но вот так вот сработало. То есть нельзя ставить на человека сразу крест, что всяк человек – ложь и все, и до крайности дожимать вот это вот не нужно. Да, так сказано, что всяк человек – ложь, но какой смысл мы сюда вкладываем? Не то, что все сволочи, гады, предатели изначально, поэтому вообще никому верить нельзя. Нет, 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 вот так не нужно думать. Нужно все-таки к людям хорошо относиться, и Христос нас учил любить друг друга. Например, как Христос избрал двенадцать апостолов и говорил, я двенадцать из вас избрал, но один из вас предаст меня, а все остальные вы разбежитесь и все, бросьте меня. Он же знал об этом, когда это произошло. Ну что, как он, осудил? Не осудил? Да нет, не осудил. Он же знает, что слабые они, немощные, но он все равно их любит. Ну так же и мы тоже, к людям тоже. Но он же все равно как-то и доверял им как-то, и верил в них в каком-то смысле, что они все-таки устоят потом, не разбегутся до конца, не все повесятся, как Иуда. Но тут требуется пояснение, а то можно так заклемить весь род человеческий. Ну вот, собственно говоря, и все, наверное. То есть с некоторыми оговорками, в принципе, я с вами согласен. Субтитры сделал DimaTorzok